Меня зовут Пимоненкова Елизавета. Я ученица средней школы номер один города Демидова, в которой в 30-е годы учился герой Советского Союза Пётр Дмитриевич Хренов. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза Петра Дмитриевича Хренова. Родился Пётр Дмитриевич 13 июля 1920 года в деревне Сырицы Демидовского района Смоленской области. В 1939 году он поступил в военное артиллерийское училище. С первых месяцев Великой Отечественной войны командир взвода управления 511-го гаубичного артиллерийского полка лейтенант Хренов сражался на фронте. Осенью 1941 года в районе города Калинина батарея, в которой он служил, несколько суток отражала ожесточенные атаки гитлеровцев. Все попытки врага прорваться успеха не имели. Зимой 1942 года Пётр Дмитриевич был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Однако, так и не дождавшись полного выздоровления, он снова участвует в боях. 21 марта 1942 года в бою у деревни Суковка Юхновского района Калужской области старший лейтенант Хренов с тремя бойцами корректировал артиллерийский огонь дивизиона, а также обеспечивал командование разведданными. Свой наблюдательный пункт он расположил на переднем крае нашей обороны. Благодаря точному огню было отбито несколько атак противника. В ночь на 22 марта гитлеровцам удалось потеснить стрелковое подразделение, а наблюдательный пункт Хренова оказался в тугу противника. Но Хренов не оставил свой пост. Он продолжал корректировать огонь батареи. Когда фашисты были совсем близко, старший лейтенант Хренов вызвал огонь дивизиона на себя. Враг отступил, и пехота вернулась на свои позиции. А все попытки противника прорвать нашу оборону были неуспешными. На следующий день наши войска начали наступление. Старший лейтенант Хренов со своим взводом вновь шел впереди стрелковых подразделений. К ночи он оборудовал свой наблюдательный пункт в школе деревни Суковки. Гитлеровцы обнаружили разведчиков и окружили школу. Несколько часов группа наших бойцов вела бой. Когда закончились патроны и гранаты, в ход пошли приклады и кирпичи. Захватив с тобой радиостанцию, группа с боем вырвалась из Ражевского кольца. Хренов был вторично ранен, но так и остался в строю. За эти ратные подвиги указом Президиума Верховного Совета СССР Петру Дмитриевичу Хренову было присвоено звание Героя Советского Союза. Хренов продолжал громить врага, но в одном из боев был тяжело ранен осколком снаряда. И 13 июля 1943 года скончался. Похоронен герой в городе Козельске, Калужской области. Приказом министра обороны СССР капитан Петр Дмитриевич Хренов навечно зачислен в списке своей воинской части. На родине Героя в деревне Сырицы установлен памятный знак. Его имя присвоено поисковому отряду Демидовского района, а одна из улиц города Демидова названа его именем. На здании средней школы номер 1 города Демидова установлена памятная доска. Субтитры создавал DimaTorzok